но вопрос быть или не быть принципиальным как поступить этому каждый нас для нас решает сам и тут как бы решение остается каждым из нас если мы не хотим быть принципиальным если для нас это не важно конечно же мы за это не будем держаться да а если мужчина от нас этого требует но при этом не готов вступать брак при этом не хочет как-то заклонить свои отношения иначе просто-напросто он вас не любит и такой мужчине как бы нечем не утратить время нужно завернуться сказать господи слава тебе господи отрести прах своих ног и идти навстречу другим людям которые будут любить вас больше которые будут ценить и с радостью принимать многие из ваших как бы желаний условий и для которых те же самые условия будут являться естественными их также желания понимаете как бы воздержание от супружеской близости между мужчиной и женщиной до брака это не просто какие-то омертвевшие установления которые были установлены какие-то древние темные средневековые времена сейчас жизнь другая люди другие поэтому все должно быть по-другому в этом есть некий определенные и очень важные нравственный момент момент воспитания мужчины и женщины этот момент как воспитание воздержание приготовления себя к браку он очень важен люди учатся встречаться люди учатся расставаться люди учатся расставаться на какое-то время ждать терпеть для того чтобы однажды благословленная богом и церковью эта встреча как бы стала реальным исполнением любви и как будто подлинное выражение любви отношения мужчины и женщины конечно же они возможны только в подлинном как бы христианском браке конечно же то что незаконно и не может быть частью может быть радостью я не вижу такой как бы жесткой статистики о том что православные семьи большинство несчастны как бы светские не религиозные семьи позволяющие позволявшие себе какое-то общение до брака как бы они обречены на какую-то радость счастья и долгое существование да вот знаменитый русский писатель сказал о том что все счастливые семьи счастлива одинаковы а все несчастные несчастные каждому по-своему я думаю что вот эти кgo и примеры многочисленных примера счастливого брака они есть как и в светской среде и так и среди во-фтаковленных людей ничуть не меньше то же самое как вот этот боль расставание разводов она ведь как и во-фтаковленной среде такой светской среде и тут само по себе венчание это не есть какой-то магический обряд, способный раз и навсегда защитить вашу семью и сохранить от разладов, от расставаний, от невзгод, от бед, от каких-то скорбей. Потому что для меня есть две формы брака, есть две формы семьи. Есть прежде всего семья как таинство и брак как таинство, а есть семья как сожительство. И та и другая форма могут быть одинаковыми как в церковной среде, так и в среде светской. Как и в церковной семье семья может быть таинством. Точно так же, как и в светской среде встречаются семьи, где брак действительно является таинством. Как в церковной среде есть брак как обычное сожительство, точно так же и в светской среде есть брак как сожительство. Что такое таинство, семья как таинство? Это прежде всего желание жить жизнью другого человека, разделять его радости, горе, чтобы была одна общая жизнь, одна жизнь на двоих. И в этом общении, в непрестанных уступках, в непрестанном каком-то самопожертвовании совершенствоваться и обретать радость брака. А если брак как сожительство, это значит просто что-то внешнее, свело двух людей, какие-то обстоятельства, потом появились дети, сложилась семья, и это может длиться годами, десятилетиями, это может пройти всю жизнь, но это не есть таинство. Даже если этот брак венчанный, жениться, на твердое убеждение, нужно только по любви. Не потому что батюшка благословил, не потому что я хороший, а он замечательный, такой скромный, смиренный, и детей будет любить, и деньги отдавать, и очень вежливые, и воспитанные, и семьи прекрасные. Все эти качества могут наличиться в человеке, и человек он может быть замечательный и в сто раз лучше нас, а семьи не получится, а радость не будет, потому что мы его не любим. Или потому что он нас не любит. Вот и вся причина. Никакого счастья без любви быть не может. Поэтому жениться нужно прежде всего по любви. Мое твердое убеждение. Конечно, очень важен совет близких людей, в том числе и совет духовника, но он отнюдь не может и не должен быть каким-то давлеющим, главным в нашей жизни, как батюшка благословил, или что-то как-то рассчитать. Можно очень много рассчитать в нашей жизни, но вот счастья рассчитать нельзя. Только по любви. Любишь этого человека? Если тебе жениться нужно на том, с кем тебе будет лучше, чем одному, если тебе лучше будет с этим человеком, чем одному, если никак ты своей жизни не представляешь, нужно обязательно жениться, и все у тебя получится. И тут нужно быть готовым на какие-то самопожертвования. И любой брак, любой брак имеет шанс вырасти до этого таинства. Даже брак, начавшийся как сожительство, он имеет все возможности для того, чтобы стать этим таинством, если мы к этому приложим усилия, если мы будем взаимно дополнять друг друга, если в нашей жизни наши недостатки будут восполняться достоинством второй половины и наоборот. Я не считаю, что изменились критерии выбора. Вот мне как-то не готов я так сказать, что изменились критерии выбора. Я считаю, что критерии мужчины по отношению к женщинам, точно так же, как и у женщин по отношению к мужчине, к своему какому-то делу, остались прежними. И, знаете, я согласен с вами, потому что как бы очень обидно, очень горько, когда видишь прекрасных девушек, да, которые вот пока еще как бы не смогли составить как-то вот свою семью, которые пока не смогли как-то в свое счастье в семейной жизни. И вот даже на приходе я смотрю как бы на всех девушек, которые на своих прихожанок, как бы, и смотрю, господи, ну какие замечательные все, какие красивые, какие все радостные, какие все достойные. Вот, и куда же смотрят мужики, да, ну, мужики обмельчали нынче, как бы, это нужно признаться, как бы, это правда, и это факт. К сожалению, очень грустные, как бы, стали инфантильными, стали неспособными брать на себя ответственность. Другое дело, что я считаю, что проблема еще как раз поиска, проблема вот этой, как бы, встречи, проблема любви, проблема встречи двух людей, и составление семьи в церковной среде очень часто случается еще и от того, что девушки, выстраковившись, ставшие достойными православными христианками, их планка по отношению к избраннику, к юноше, к мужчине повышается, и очень сильно повышается. И многие из сверстников, им становится просто, наоборот, неинтересны, потому что уровень, друг, и интеллектуальный, и нравственный, и какой-то еще, как бы, И вот эта планка, как бы, она повышается, 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 у кого-то она становится слишком завышенной. Я не готов всех девушек православных считать послушливыми девицами, очень часто из них, как раз, многие очень непослушливые как раз девицы, пусть и девицы, но непослушливые, поэтому, как бы, вот тут эта планка повышается. Конечно же, не нужно опускаться самой до уровня плинтуса, но очень важно человека, которого встретил и к которому у тебя вскнулись какие-то чувства, поднять до твоего собственного уровня, сделать его таким, каким ты хочешь увидеть. Это возможно. Это возможно. Это работает. Опять-таки вопрос готовности на какую-то жертву, на какой-то идеал, воспитание этого идеала. Это все возможно. Очень важно и нужно работать с этим, очень важно и нужно быть готовым к какому-то пожертвованию. И очень важно, как мне кажется, как раз вопрос браков, встречи, любви, это очень важно открыть свое сердце Богу, очень важно шагнуть навстречу Божьему выбору, очень важно впустить Бога в то пространство, в котором ты живешь. Перестать метаться в одиночку, в суете и искать что-то, а вот немножко довериться Богу, сказать Господи, вот быть готовым к этой встрече, которую Господь непрестанно тебе посылает. Господь хочет счастья для каждого из нас, для каждой девушки Господь хочет счастья. И Господь очень часто протягивает как бы возможность этого выбора, посылает навстречу человеку. Вот нужно успокоиться, нужно с доверием отнестись к Богу и быть готовым как бы этот выбор принять. Нужно как бы шагнуть навстречу и в том числе рассматривать каждого человека, который встречается на своем жизненном пути, ровесника, сверстника, который оказывает тебе какие-то знаки внимания или просто как бы вот оказался с тобой рядом. Но в том числе, как быть может, это Господь тебе посылает, не просто так. Задумайся, будь готова к этому общению. Это очень-очень важно. Перестань бояться. Ну, если же, как мы сегодня так говорим очень часто языком статистики, да, то все-таки первых браков не сказано больше, чем вторых браков, да. Если же на то пошло по этому говорить о какой-то тенденции, я думаю, не стоит. Для того, чтобы выйти второй раз замуж, нужно хотя бы побывать первый раз замужем. Поэтому как бы все эти девушки так или иначе, рано или поздно, как бы замуж выходили. Конечно же, я думаю, что это вопрос, вот о чем мы как раз сегодня говорили уже, это вопрос планки, которую ставят для себя люди. И вот для женщин, которые были уже замужем, как бы ищут счастье во втором браке, как бы эта вот планка, она немножко пониже, чем у тех, кто вступает в брак в первый раз. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это так. Просто другие ожидания от брака и другая готовность к какому-то самопожертвованию. Был некий опыт, да, который оказался полезным, как любой опыт. Я не говорю, что никак иначе нельзя поступить без этого опыта, вовсе нет. И совсем другие пути, как бы этот опыт, лучше бы его не было, да, как бы сказать, лучше бы счастье было с первого раза. Поэтому как бы замечательно, что разведенные женщины вышли замуж в второй раз. Дай Бог им счастье. В их семьях это чудесно, когда люди находят счастье, пускай не с первого раза. Такое бывает. И слава Богу, наша церковь дает возможность нисходительно, как бы, такую возможность начать новую жизнь. Всякое случается. И если брак распался де-факто, думаю, глупо его удерживать до юра, если его нет. Если брак прекратил свое существование, как бы тут ничем ни на него не удержишь. И Господь, милостивно жалея человека, дает ему возможность, дает ему еще один шанс. Этот шанс нужно использовать каждому человеку, которому Господь этот шанс дает. Я думаю, что те девушки, которые пока еще не нашли свое счастье в жизни, обязательно его найдут. И об этом нужно молиться, нужно вымолить у Бога это счастье. Вот я думаю, что нужно, еще раз повторюсь, немножко как бы опустить планочку. И быть готовым, вот, пустить Бога в то пространство, в котором ты живешь. Быть готовым к встрече, быть готовым сделать выбор. Быть готовым жертвовать, не рисовать какой-то идеальный образ в своей голове и всячески пытаться найти мужчину, который под этот шаблон подойдет. Как бы, шаблон-то может быть замечательный. И он очень правильный, и очень важный, и очень нужный. Но все мы разные. Все мы разные и немножко другие. И не всегда, как бы, соответственно, каким-то ожиданием, не то, что человека, которого мы видим впервые, а даже очень близкого человека. И жена-то порой, глядя на меня очень часто, я думаю, разочаровывается, потому что совсем меня тоже дал увидеть и встретить. И совсем не тех поступков от меня ожидал, и совсем как бы не те слова. Думал, что я скажу по отношению к ней, по отношению к другим людям. Поэтому разочаровывается очень часто во мне. Уж тем более, как бы, мы с легкостью разочаруемся в человеке, которого не любим еще пока. С которым пока только еще начинаем знакомиться. Поэтому очень важно быть готовым к тому, чтобы жертвовать военной любви. Увидев то хорошее, увидеть человека таким, каким создал его Бог. Это проблема вообще очень часто всей последующей жизни. Почему, встречая однажды человека, влюбляясь в него, мы не замечаем никаких недостатков в нем. Мы не видим какие-то физические недостатки, которые есть у каждого из нас. Мы не замечаем каких-то неровностей характера, которые присутствуют у каждого из нас, конечно же. Нам кажется, что перед нами ангел. Проходит время, проходят годы. Мы живем как бы жизненно все свои коррективы. И мы замечаем и недостатки физических, и изъяны характера. Говорим, господи, где были мои глаза? Да как же так? Кого же я выбрал? Да как же так могло случиться? Да что же вообще-то ты со мной сделала? Вот. Почему так происходит? Потому что как бы вот затуманивается наш взгляд, житейские какие-то заботы, гордость человеческая застилает наше сердце и наши глаза. И мы не видим человека так, как видел его Бог. А тогда, в первый раз в жизни, мы увидели его другими глазами. Мы увидели ангела. Мы увидели человека таким, каким создал его Бог. Вот очень важно в минуты невзгод вспомнить о том, что мы однажды видели ангела. Что человек, который рядом с нами, это ангел. Вспомнить те минуты, вспомнить таким, каким видел его Бог. И тогда многое удастся избежать. Поэтому встречая человека, как бы помните, что перед вами прежде всего ангел. И будьте готовы как бы соответствовать.